Такие случаи были. Вот такое падение было, да. Но это Господь меня вразумил через это. Ну и сразу поехал назад. Всё, я здесь уже. На Урале-то недолго. Год. Я там работал сторожем у Володи Пищихова в красовой фирме, где он работал. Он тогда был технический директор, где он ремонтировал в холодильной установке. Машина большая, так как место освободилось. Один у них мужчина пил, постоянно запоями. Его уволили. Вот меня в зелье не стрелил. Я там Год проработал. Да, это страшно, конечно, оказаться, когда нарушаешь волю Божьей во всём. Вот так вот, брат Василий. Ну, упал духом, надо как раз так подниматься. Господь поднял, да. Ну, я говорю, я вот сам упал духом, надо как-то подниматься. Ну, ты вот выслушал мою историю. У меня намного тяжелее было падение. Не знаю, как у тебя в духовном плане. У меня именно вот это. Я сейчас всем другим людям об этом говорю. Почему? Потому что это урок. То есть Бога нельзя оставлять ни в коем случае. Упал – вставай. И он злой тут говорит, если упал – вставай заново. То есть тут надо очень бояться этого. Видишь, я постоянно охладевал, постепенно. То есть тут, как говорится, не пободрствовал, тут роптал. То есть у меня ропот был ещё внутри. Но я хоть и потом говорил, что я вроде не роптал, но на самом деле был ропот, да. То есть я недоволен был тем, что меня облегчает всё время там. Иначе просто наставлял меня, братья там. Наша гордость. Нам же охота на идти. Я хотел идти благовествовать, а мне не. Какое-то тут смирение, послушание. Ну зачем это всё? Ну или чему это привело к лицу? Сатана-то ещё упал. Из-за гордости возгородился. Почему Господь так пустит ему, когда придёт антихрист, сатана, в область антихриста, он человек греха, который придёт. Господь через это показывает, что он же тоже написано в книге «Откровения» «Он сядет в храме как Бог, выдавай себя за Бога». Вот так вот он говорит. Все вот сектанты и протестанты, они вот именно в этом отношении грешат против Бога. Тем же своей гордостью. То есть им не надо никакой священства, ничего им не надо. Я сам по себе живу. Я Христов, я ученик Христа. А то, что Господь основал церковь, они на это не смотрят. У них понятие о церкви совершенно другое. А через это Господь покажет смирение. Вот я, например, покаялся перед Богом в грехах своих. Зачем мне какое-то освящение? Вот такой смысл заключается. Это все сектанты об этом говорят. А Господь так сделал исповедь, исполнил через апостола, что через это ты смирялся, во-первых. Во-вторых, тебе стыдно будет идти опять на исповедь и опять каяться в этих же самых грехах. То есть в каком-то либо грехе. То есть даже мы говорим, что мы Бога боимся, а на самом деле мы боимся человеческих глаз. Человека боимся. Потому что человек что-то о нас подумает или узнает о нас что-то, что мы там грешили в чем-то. А это как раз он так сделал, что через священника вот так вот происходит истинность. И прощение грехов. То есть без священника нет прощения грехов. Как Господь в свою власть ему такой дал. Он говорит, кому простите, тому простятся. На ком оставите, на том останутся грехи. Вот так вот. Владимир, у вас до лишней иконки не будет Господу Иисуса Христа. Когда найдем? Зайдете? Конечно, найдете. А, распятие у тебя есть как раз. Пойдем? Да пойдем. Я вообще на Урале когда жил, когда вот год этот был, да и до того как потерявки тоже был, я себе это распятие сделал деревянное, крест просто из брусков. Правильно крест сделал. Вот. А потом, я нашел, мне принес один мужчина, он ходил по этим, по всяким, как они называются, ну вот эти, помойки всякие, большие, свалки называются. Это у меня не смущайся, это у меня видеокамера, между прочим. Знаешь вот, эта камера такая, ее камера. Это я для памяти оставляю, не беспокоюсь. И вот это, и там распятие было Христос выдавлено вот так вот, распятие у него. Раньше он видимо на кресте был выдавлен, а потом крест куда-то дели, осталось только само вот это вот, что он так вот руки раскинул, и вот эта вот сама форма тела. И я этот деревянный крест-то сделал и вдавил его туда. У меня получилось, что Господь накрестил на деревянную распятие. Это очень, и рядом я еще повешал места Писания. Там, я сейчас не помню, какие там что-то. Ну, типа, пророк Иса, что за наши грехи был изъязлен, за наши беззакония мучим был, мучим Господь был. Это напоминание тебе о том, что ты, о кой Господь Иисус Христос же тебя принес жертву перед Отцом Небесным. То есть, напоминание, чтобы ты не грешил, то есть, вспоминал о Господе. Это напоминание долговской жертвы. Я тебе советую тоже Слово Божие вывешивать. А ты знаешь, как будет? Это, во-первых, свидетельство для тебя самого будет напоминание, и будет для тех, где кто приходит, для твоего же брата. А даже просто Евангелие от Иоанна повешает 3.16, выписает себе. Если вы хотите, я могу тебе его записать. Повешает просто, хотя бы один стих мне в Писании. Даже ты ему и слова не стал бы, уже прочитал бы, и Господь, может быть, через это его коснулся. Он неверующий или верующий? А у Андрея Смельнягина, из которого я убирал, у него целая борьба была за эти местописания. Он дома-то развешивал местописания везде. Так у него жена там воскалывала. Она, во-первых, ему хотела бороду отрубить. У него борода такая шикарная. Она ему хотела топором, где ты будешь спать, и тебя топором где-то отрублют в бороду. А такие скучи у него были. А потом она, типа, ты что-то все навешал. Ну, сатане не нравится, все-таки Слово Божие везде. Тебя обличает она. Она-то как мужская у него живет. И это обличает. Хотя вместе с нами спера молилась, а потом все. Даже изменила ему нюанс. И он ее по-христиански простил. Он мог бы ее не простить вообще. Ну, как сказать, расстаться с ним, просто развестись. Потому что в Евангелии Господь говорит... Это в нашей общине? Нет, он с Урала, с Урала. Он в нашей общине. Но состоят они в нашей общине. Они, батюшки, писали заявление, чтобы в нашей общине состояли. Но сейчас он там на Урале трудится. И там другому священнику ходит, исповедует и причащается Андрей. Он там занятия ведет по Словам Божьим с людьми. То есть, ну, это... Он молодец. Он характер, как Игнатьевич. Он такой ревностный, трудолюбивый. То есть, я вот с ним... Мне Господь вот таких именно учителей дал. То есть, Андрея Смельнягина сперва. Он меня приучил к раннему вставанию тоже. Ну, он в 4.40 не встал, он чуть попозже вставал. Часов там в 5 или в 6 часов вставал. И я тоже... Ну, вот. И самое главное, что Господь мне через него дал любовь к Слову Божьему. То есть, я так любил Слово Божие тоже. И все время дома там... Плофаты выписывал, записывал. Во-первых, лишний раз взглянул. Раз прочитал. То есть, это тебе барзан для души твоей. Потому что Слово Божие бывает суета вот это. А тут у тебя уже напоминание висит. Я приняла за мной. То есть, не вот эти вот картинки вешать. Видишь? Вот это всё. Это безбожие. До этого осталось. От второго хозяина. Да. Но вот именно, чтобы тебе божественно было не только иконки, а вот именно Слово Божие. Потому что... Где же там написано? Псалом 137. Я сейчас попытаюсь найти его. Второй стих. Сейчас. А, давай помолимся. Из-за стола тоже. Берем сейчас. Благодарим тебе, Христе Божий наш, Что напитал твоим земным благом. Не лиши даже небесных ли благ. Но так посреди учеников пришёл, чтобы ты принёс мир, так иди к нам и спаси нас. Благодарим тебя, Господи, за это братское общение. Помоги брату Василию, Господи, подняться духовно. Возголеться любовью к тебе. Вспомнить эту первую любовь, что он имел к тебе, Господи. Чтоб он также вникнул в закон, то и совершил заповедки святые. Исполнил их, живя здесь на земле. Помоги именем, Господи, исполни тебя, чтобы я меня слабил духовно. Чтоб он восстал, Господи, и чтоб он исповедовал при лицом твоими грехи свои. Воспрянут и другим понят Слово Божие. Твоё евангельское слово, через которое Господь восхищает новые души. Как и ты нас в своё время нашёл, послав нам и навстречу проповедников Слова Твоего. Не оставь нас, Господи, и не покинь нас. Прости нас по великой Твоей милости и долгой терпения Твоему Господу. Ты благ, Ты человек и любил, Ты многомилостей и все прощающий. Тебе за всё хвала, честь и поклонение Отех, Сын, Святой Дух. Аминь. Если согласен с молитвой, можно сказать Аминь. Аминь. То есть, да будет так, истинно так. Если не согласен, можешь сказать, в чём не согласен. То есть, бывает, человек может молиться, и что-то какую-то ересь сказал. Но здесь надо чётко определённо сказать, ты вот не так-то сказал ни по Слову Божьему. Ну, у нас в основном братьям, я сколько с братьями молюсь, я молюсь с другими братьями, у нас в основном никто ничего не говорит, потому что все сами знают Слову Божьей, ничего не поставили. Мы знаем, о чём молиться. То есть, как ученики пришли к Господу и говорят, Господи, научи нас молиться, как и Иоанн, то есть креститель, научил учеников своих молиться. И вот тогда Господь даёт как образец это Отче наш. Это Матфея 6 глава и Луки 11 глава. Это два места в Библии, где говорится Отче наш. Матфея-то, говорится, более длительная такая Отче наш. А у Луки, говорится, более короткая молитва Отче наш. Вот так вот. А почему царь Давидь-то описывает 50-й псалом-то, свое грехопадение-то? Он мог бы это не открыть. Ну да. Да. Ну тут надо тебе подмогнуть. Вот. А почему 50-й псалом написал? Это всё это научение для нас. Помилуй меня Божией, по великой милости Твоей, и по мною, что щедрот Твоих издать беззаконие Моей. Многократно омой мне от беззакония Моей, от греха Моего очисти Моя. Это я вот недавно перейти с одним православным с Урала. Дима Кузьмин такой есть. Я раньше его знал, ещё когда были неверующие, вместе работали в лесу с ним. А тут он обратился опять же через Андрея Сминягина, тоже как Бога пришёл. У меня так события сложились, что он начал молиться, и Господь его посетил. И вот он тоже спрашивает, как людям говорить о Боге вообще, неверующим? Я говорю, этому не научишь. Места Писания могу сказать, какие можно применять, но ситуация-то разная. Как ты с человеком встретился, где встретился, как ты начал с ним беседовать, я же этого ничего не знаю, что-то Дух Святой тебя видел, Господь, то есть положит тебе на сердце, как что-то ей сказать. Даже бывает, порой ничего не думаешь, а раз и Господь даёт тебе это сказать. Он говорит, я иногда слова не могу сказать, а иногда, как польётся, из меня божественная. Так это потому что Дух Святой действует. Потому что бывает вот, заучиваешь, заучиваешь, а раз, а уста закрытый. У меня такой случай был, я в поезде ехал как-то, еду, ну и напротив меня смотрю, мужчина сидит, ну такой, знаешь, типа купейный, только открытый, как он там называется, плацкартный вагон-то. Мужчина сидит так, прямо передо мной смотрит так вот, и тут у него сын. Сын бежит, он ему ногу гладит вот так вот. А я Библию достал и читаю, и молюсь, проси, Господи, помоги мне, чтобы человеку сказать это слово Божие. Смотрю, уста закрытый, то есть нет побуждения, говорить с ним. Ну я тогда помолился, Господи, а что, почему так-то произошло, говорю? Почему ты меня уста не открываешь? Обычно Господь открывает, даёт какого-то, с Богом. Богу надо ишь вот так вот, даже бывает по-детски разговаривать. Не отче нас читать, а Бог-то живой. Он хочет, мы также с ним живую беседу велить. И пророки, вот если Библию читаешь, как пророки беседовали с ним? Вживую. Моисей там взмолился, в руки поднял, Господи, помоги там. Эти египтяне догоняют нас. И Господь тогда даёт ему чудо сделать, море раздвину. И также здесь, и всё, я сижу, молюсь в вагоне там. Ну и Господь мне показал, почему были уста закрыты мои. Но я решил всё-таки говорить с этим человеком. Сам он заговорил. Что-то я ж не помню какую причину. Они что-то там беседовали между собой. Но я решил в разговор вклиниться. Только я открыл свои уста. Он, как, давай, да ваши священники, да они такие сякие, да они там голубые, да они там сребролюбцы. Как, давай-ка стерить меня там за этих священников, меня допустим. Я сижу, думаю, ой-ой-ой, Господи, я понял, почему закрытый уста так более оказывается. Оказывается, он ещё слепой был этот человек. И у него три, это у него гниль вот эта вся сидит безбожная. А он потом рассказал, он верит не в Бога, а верит там в какой-то космос, там, ну это языческое всё. Я ему единственное что сказал, я говорю, вот что вот вы говорите, я говорю, Господь-то нас будет судить по своему слову. Иван говорит, Иоанн 12, 48. Господь говорит, отвергающий меня, не принимающий слов моих, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. И всё, на этом я прекратил с ним беседовать. Всё, дальше про себя молился, читал Библию и всё. Всё. Всё моё свидетельство. А так Господь иногда вразумляет. А иногда всю поездку с человеком видишь, и можешь там час-два с ним беседовать, по разным темам, там, вопросы задаёт. И Господь тебе даёт, ты говоришь, говоришь, говоришь. Притом вспоминаешь из Библии очень много мест, которые ты даже не заучивал. Просто читал когда-то, и Господь на память приводит тебе, и всё. Ну, это... И самое главное, что через благовестие твоя душа оживается. Я вот когда по благовестию кому-то человеку, у меня сразу такое настроение хорошее, так, ну, как говорят. У меня же, видишь, как было на Урале, я... Раз я молился о даре благовестия, я же это вымолил у Бога этот дар, то дерзновение-то людям благовестия ко Христе. Я пошёл по поездам благовестия. Один. Возьми. Возьми. Пошёл благовестия людям о Христе по поездам этого ходил. Один пошёл, без братьев. Всё, и каждый раз после благовестия из вагона в вагон я переходил там. Три остановки я проезжал обычно. Вагонов пять успел за это время пройти. Вот. Я выходил с поезда, и у меня такое ощущение, что у меня дыша сейчас взлетит в небо. Вот такое парящее состояние дыши было. Думаю, если бы не это тленное бренное тело моё, я бы в небеса, как говорится, вызывал бы Господа. Вот такое. И в этот момент охота умереть просто. Дальше вот эта тленная жизнь, вот эта греховная тебя опять не погрузила в это, как говорится, ну, как сказать, от Бога не отодвинуть один слов. Вот так вот брать. На основании Слова Божия. То есть читать и молиться. Читать и молиться. И тогда душа твоя будет оживляться. Тогда у тебя будет искренне... Ну, а ты поднимался с чего? Начал Библию читать. Читать Библию и молиться стал. Своими словами. То есть я и утренние правила вычитал немножко, но это в основном я молился своим словам всегда. То есть Богу надо наше именно сердце. То есть наше... То, что у тебя на сердце лежит, то перед Богом открывай. Разговаривай с Богом. Бывает, вот человек, у него что-то не получается. Господи, ну что такое-то вроде, да? Почему не получается? Вот как... Я случай-то рассказал с пленкой. Ну, если сильно ослаб верить, как подняться? Да, как молитва. Как еще можно подняться? Вот сейчас твою Господь молитву услышал. Твое внутреннее... Вот даже бывает, человек не молится, но внутреннее... Он же понимает, что ты духовно упал. И Господь это видит. И вон твое внутреннее вот это переживание понимает, что тебе нужна помощь. Вот в данный момент Господь тебе послал помощь через меня. Вот как в свое время Господь мне послал там брата Владимира, который у меня... Когда у меня духовное падение-то было, наврали-то я вот приехал-то. А они же меня, братья, не оставляли. Там вот... Володя рассказывал, говорит, Андрей вообще хотел со мной резко вроде как порвать из-за того, что я сбежал. А Володя ко мне снисходительно отнесся. То есть он со мной трудился, вместе молились он. Как бы меня старался поддержать. То есть меня оттолкнул, что типа раз ты убежал, пошел вон отсюда. Где ты нам такой нужен? Я же через них обратился. Через другие братья. Он меня поддержал. То есть он видел мое состояние духовное и молился за меня. И Господь меня восставил. Ну то есть братья молились конечно здесь тоже. Но для этого человек должен сам подвижки делать. То есть стремиться к общению с братьями и сестрами. Читать Слово Божие и молиться. То есть заставлять себя. Утром встаешь неохота заставь себя. Встань на молитву и помолись. Хотя бы кратко. Своими словами помолись. Господи помоги мне там. Поблагодри Господа за ночь прошедшую. То есть возьми и открой Библию раз ты из зрения. Я думаю у тебя зрение плохо, не в зрение раз хорошее. Открой. У тебя самое столкование хорошее. Но если своими словами не могу. Из Библии. А как? Вот ты со мной сейчас стоишь разговариваешь. Но своими словами молиться не могу. Но Бог-то рядом. Он живо. Он слышит. Он же не на иконе Бог-то находится. Он всюду везде присутствующий. Где бы ты ни находился, а тот вышел во двор, ты уже можешь молиться. Господи благодарю тебя за этот снег. Благодарю тебя Господи, что вот этот глаз не может насытиться твоей природой. Вот этой красотой даже просто в зимнее время посмотришь и только какая красота у Бога. Особенно вот это узорчатые, вот эти стекла всякие становятся. То есть Господь так делает. Интересно. Как художник какой-то нарисовал. То есть ну вот. Просто ходи и разговаривай с Богом. Читаем вот. Мы же Библию там. Для чего вот этот Господь-то эти оставил примеры-то все библейские. Ты смотри, как Авраам беседовал с Богом. Он просто выходил и беседовал. На ночное небо вышел с ним беседовал. И Господь говорит, твое потомство будет как звездное небо. Как звезды вот на небе, так твое потомство будет безменно большое. Как песок морей. То есть он объяснял, что настолько тебя благословит, что твое потомство будет намного такое большое. Потому что начало веры-то пошло от Авраама. Он верой первой принял. Поверил Богу. И написано, это обменилось ему в праведность. Авраам обменил в праведность. И когда апостол Павел в своих посланиях пишет в Новом Завете, он доказывает иудеям того времени, что они Христа-то не принимали. Он говорит, они все, на чем основалась их вера, на законе. То есть исполнение заповедей Божьей. Бесприкосного. Аминь так и должно быть. Но они, как сказать, четко по правилам живя, они отодвигалась милость по отношению к ближним своим. То есть где нам можно было проявить снисхождение братьям, там с сестру или. Они по закону судили строго. То есть вплоть до того, чтобы коня и побивали. И все. А когда блудница-то привели ко Христу, по закону должны были ее убить. То есть они ее почему и привели. Потому что знали, как Господь на это отреагировал. А он говорит, кто из вас не имеет греха бросить, первый в нее камень. Все. И написано, они обличаемы совестью, побросали камень и ушли все. Он говорит, и я тебя не сужу. Он говорит, иди, прощаются грехи твои. То есть он внутренне уже видел состояние этой женщины, что она раскаялась в том, что она творила прелюбодействие с другими мужчинами. Понимаете? Вот это вот состояние души Господь видит. И ты молись. Как сказать? У меня свой был такой личный опыт. У Инатьева сейчас свой личный опыт. У братьев какой-то с сестры свой личный опыт. Я вот сколько беседую с братьями и сестрами где-то работаю. Ну и брат и сестра разговаривают и начинают рассказывать свои. Как у него какие переживания были. Какие искушения, испытания Господь посылал. Как он молился. То есть что он при этом делал. То есть это очень поучительно для тебя. Для меня было это очень поучительно. То есть самое главное не отчаиваться. Почему Иоанн Золотой говорит отчаяние от сатаны. Ну а если плоткое больше притягивается, как от этого отстать? Начало мудрости страх Господний. Ага. Начало мудрости страх Господний. Ну страх. Ну смотри. У Сераха написано, сейчас я тебе открою Библию. Господи благослови. Сераха, Сераха, Сераха. Если больше плоткого, то как-то страх Божий не чувствуется. Я говорю, если плоткого больше, то страх Божий как-то не чувствуется. А как поиметь страх Божий? Выпросить у него. Как поиметь? У Сераха так сказано, помни о конце дней своих и вовек не согрешишь. То есть почему о конце дней своих? Потому что ты умрешь. А там впереди что? Суд Божий. Если ты не жил по западу Божиим, был теплоохладен по отношению к Богу, ближним своим. Где твоя участь будет? Где? Только в аду. Все. Вот этот страх Божий это и есть. Помни о конце дней своих и вовек не согрешишь. Почему? Апостол Павел пишет. Ибо всем нам должно явиться в пересудилище Христово, чтобы каждому платить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И дальше это еще идет, что надо заповеди это исполнять Божие. То есть, например, царь Давид говорит, предваряя рассвет, на слово твое упывая. Предваряя рассвет, слово предваряю понятно, да? Прежде чем расцветет. Предваряя рассвет. То есть, он раньше встал, чем даже распила солнце, еще до восхода солнца. На слово твое упываю. То есть, он вникал в заповеди Божьи. Тогда еще, когда были до него эти ветхозаветные книги, которые он читал Слово Божие. То есть, при свече, видимо, какая-то свечка, какая-то и лучина у него там была, тогда-то не было. Он уже в Слово Божие вникал. Так что и мы-то тоже, тут все в нашем желании. То есть, за что человек-то будет судим? Не за того, что он что-то делал, а за то, что у тебя свободная воля, которую ты не направил на исполнение заповеди Божией. Ты мог бы это все исполнить, если бы молился. Ты мог бы пойти благовествовать, если бы молился. Ты мог бы пойти милостью человеку подать, если бы молился. Человек бывает, что живет, например, говорит, а как мне делать добро? Я вот не знаю, кому делать добро. Кому подойти, какое добро сделать? А ты молишься? Вот, например, я на Урале, когда жил, иду, вот утром встаю, я же тоже один в основном жил, как у Вера вот это. Встаю утром, на молитве почитал правила, и своими словами, Господи, помоги мне. Направь мои ноги, стопы мои туда, где я могу засвидетельствовать Слово Твое, Евангелие Твое людям, которые жаждут услышать Слово Твое. И Господь мне поэтому молит.